Здравствуйте! С вами Ари Каган, в эфире городские новости Нью-Йорка. Сводки с фронта борьбы с коронавирусной эпидемией. По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, за 7 сентября в госпиталях штата находились 2415 пациентов с диагнозом коронавирус. Позитивные результаты тестов на COVID-19 в этот день были зарегистрированы в 3,38% случаев. 36 жителей штата Нью-Йорк ушли из жизни из-за коронавируса 7 сентября. Продолжается массовая вакцинация населения. Ежедневно по штату Нью-Йорк уже получают прививки 25 тысяч человек. Если говорить о нью-йоркцах в возрасте старше 18 лет, то по всему штату Нью-Йорк уже 73% взрослых жителей нашего штата полностью прошли вакцинацию. Самый низкий уровень вакцинации по-прежнему на Стэтен-Айленде и в Южном Бруклине. С понедельника выходят на занятия 1 миллион 100 тысяч учеников нью-йоркских школ. И, как известно, по решению мэрии должна быть обязательная вакцинация школьного персонала, всех учителей, а также работников госпиталей и нью-йорксинг-холмс. Остальные муниципальные работники могут представлять еженедельные результаты тестов на COVID-19. Разумеется, эти результаты должны быть негативными. Тем временем Департамент полиции города объявил, что начиная тоже с понедельника, 13 сентября, все полицейские будут обязаны либо пройти вакцинацию прививками компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, либо еженедельно представлять негативные результаты тестов на COVID-19. Новая мера коснется 35 тысяч полицейских и 18 тысяч гражданских лиц, работающих в NYPD. В случае отказа от прохождения вакцинации или еженедельного прохождения тестов на COVID-19 полицейские не будут допущены к работе. Причина такого решения руководства Департамента полиции простая. На сегодняшний день только 47% полицейских получили жизненно важные прививки от COVID-19. Самый низкий процент среди всех муниципальных служащих. Губернатор штата Кейти Кокул объявила о выделении 65 миллионов долларов на помощь муниципальным департаментам здравоохранения для проведения бесплатных третьих прививок, так называемые booster shots, для тех, у кого ослаблен иммунитет, спустя как минимум 6 месяцев после второй прививки, а лучше спустя 8 месяцев после второй прививки. Пока Федеральное агентство по лекарствам и продуктам питания FDA утвердило только прививки компании Pfizer для использования как booster shots, но ожидается в ближайшие дни, что FDA утвердит также прививки компаний Moderna и Johnson & Johnson тоже для проведения вот этих booster shots, то есть уже третьей прививки от коронавируса. Здесь следует заметить, что новый вариант коронавируса под названием MU пока не прижился в штате Нью-Йорк. От общего числа заражений зарегистрировано менее чем 0,5% случая заражения этим новым вариантом MU. Но это существенное отличие, например, от дельта-варианта. 97% всех новых заражений коронавирусом в штате Нью-Йорк именно дельта-вариантом. Подавляющее большинство госпитализированных с диагнозом коронавирус в штате Нью-Йорк Это жители нашего штата, не прошедшие вакцинацию, несмотря на все призывы Департамента здравоохранения города и штата. Вчера губернатор штата Кетти Хокул и экс-мэр города Майкл Блумберг посетили музей и мемориал памяти жертв 11 сентября в Нижнем Манхэттене в преддверии 20-й годовщины терактов 11 сентября. Кетти Хокул и Майкл Блумберг возложили венок к одному из специально оборудованных там бассейнов в память о погибших в этих страшных терактах. Во время последующей пресс-конференции губернатор Кетти Хокул выразила поддержку идеи сооружения памятника Essential Workers, то есть работников, от которых зависит жизнедеятельность города и которые погибли в период коронавирусной эпидемии. Памятник планируется соорудить в Манхэттенском Беттери-парке, но в отличие от своего предшественника, губернатора Эндрю Куома, Кетти Хокул намерена встретиться с жителями Беттери-парк-сити и выслушать их мнение, где именно лучше установить такой памятник. Также хочу сообщить, что в предстоящую субботу 11 сентября в 4 часа дня группа русскоязычных семей жертв 11 сентября, председатель правления группы Роман Герцберг приглашает всех желающих принять участие в ежегодной поминальной церемонии в мемориальном сквере, расположенном в Асер-Леви-парке в Южном Бруклине. Это угол Нептюн-Эвеню, Сёрф-Эвеню, извините, и Вест-5-я стрит. На церемонию приглашаются все желающие в субботу 11 сентября в 4 часа дня. Группа русскоязычных семей жертвы 11 сентября ежегодно проводят в этом мемориальном сквере свои поминальные мемориальные церемонии. Экс-президент США Билл Клинтон вчера дал телеинтервью канала Нью-Йорк-1. Он говорил о необходимости ускоренного строительства в городе доступного жилья, причем говорил о том, что его нужно строить во всех пяти районах города. С 2001 года в Нью-Йорке построили более 250 тысяч квартир по доступным ценам, но нужда в них гораздо больше, причем не только среди представителей расовых меньшинств, но и у всех слоев населения. Билл Клинтон призвал будущую городскую администрацию строить и гораздо больше доступного жилья и расширять использование уже существующих популярных программ доступного жилья как для малоимущих пенсионеров, так и для работающих людей среднего дохода. Кроме того, Билл Клинтон отметил значение массовой вакцинации населения от COVID-19 и полностью одобрил двухпартийный законопроект о модернизации американской инфраструктуры на общую сумму в 1 трлн 200 млрд долларов. Напомню, что этот Билл уже одобрен в Сенате США со счетом 69-30, но пока застрял в палате представителей. В воскресенье 19 сентября в 2 часа дня в еврейском центре Kingsby Y по адресу 3495 Ностренд Эвеню известный продюсер и общественный деятель Маргарита Каган, президент Ассоциации новых американцев за культуру и образование, проводит праздничный концерт, посвященный наступлению еврейского Нового года Роша Шана. В концерте примут участие арт-группа Хаверим, Клезмер Джаст Бэнд Якова Меймана, другие талантливые артисты и исполнители. Вас ждут танцы, песни, музыка и другие приятные сюрпризы. Для заказа билетов можно позвонить по телефону 718-344-0602 Маргарита Каган, 718-344-0602 Шана Това, пусть ваше имя будет записано в Книгу жизни. С вами был Арий Каган и будьте, пожалуйста, здоровы!